Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать технический эскиз пальто и применим к нему заливку эко-мехом, так что вы сможете на нем изобразить, как выглядит ваш меховой узор. Итак, первое, что мы делаем, это мы загружаем шаблон. Шаблон можно скачать бесплатно, смотрите под видео, можете зайти по ссылочке его скачать. Есть также другие шаблоны, мужские, женские, детские, тоже все это можно скачать. Я убираю сейчас лишние ручки, выбираю инструмент Direct Selection, лишние ручки убираю. Если вы рисуете от руки, можете спокойно его распечатать и использовать для рисунка от руки. Так, двойной клик, выходим в режим изоляции, таким образом мы вошли внутрь группы, подвинула в сторону, теперь отвожу в другую сторону с нажатыми клавишами Shift и Alt, отпускаю сначала кнопку мышки, потом отпускаю клавиши на клавиатуре и происходит копирование, и смещение произошло по горизонтали. Двойной клик, вышли из режима изоляции. Рисовать мы начнем сначала с лица, потом спинку. Блокирую слой, добавляю новый, выбираю цвет контура черный и просто без пунктирной линии, толщина 1 пункт. Это классическая толщина, она по умолчанию будет настроена. Итак, мы с вами начнем с половинки. Обычно я начинаю с правой половинки, мне так удобнее, вы можете начать с той половинки, с которой вам сподручнее. То есть это не значит, что если я рисую правой, то вам нужно тоже рисовать правой. Правой. Обозначаю сначала основную форму, половинку, так же как в конструировании. Немножечко у нас будет спущенный рукав и спущенное плечо. Сейчас поправлю все линии, которые криво встали. Так, а эту линию вот так. Так, здесь тоже сделаем выгиб, а здесь выгиб убираем. И вот эту точку тоже чуть-чуть, сейчас я поправлю. Вот так и вот так. Да. Так, теперь рукавчик. Я думаю, что сейчас мы его немножечко пошире сделаем, чтобы он был прям такой вот пообъемнее, побольше. Так, и нарисуем то, что будет центр спинки. Кстати, очень похоже на то, как мы рисовали жакет. Зайдите, посмотрите, есть видео по жакету. Ссылочка есть внизу под видео. Очень на это все похоже. Так. И здесь будет большой ворот. Так, воротничок. Возможно, сразу будет тяжеловато рисовать какую-то форму, да. Это ничего страшного. Дело тренировки. Поэтому совершенно не отчаивайтесь. Просто надо попрактиковаться, у вас все будет хорошо. И вот эту линию я хочу опустить вниз. Вот. Хорошо. Так. Вот таким образом. Соответственно, далее у нас получается с вами здесь стоечка. Ну, то, что мы видим со спины. То, что у нас вот здесь произошло некоторое пересечение, это не так страшно. Можно поправить, можно не поправлять. Потому что, когда мы с вами дадим заливку, то этого видно не будет. Соответственно, давайте дадим пару пуговиц. Можно даже три пуговицы. Могут быть на ножке, пуговицы, которые напрямую пришиваются. А здесь нужно уже определить этот момент. Так. Далее рисуем кармашек. Если он у вас есть по модели. Если его по модели нет, то можно его не рисовать. Вот таким образом. И теперь выбираем те элементы, которые нам нужно сделать зеркальным отражением. Я держу кнопочку Shift и выбираю элементы. Так. Теперь ставлю на центр точку. Выбрал инструмент зеркальное отражение. Ставлю на центр точку. И начинаем вращать. Видите, у меня она повернулась. Нажимаю на кнопочку Shift. Для того, чтобы у меня правильно на 90 градусов повернулась, кнопочку Alt. И отпускаю. Вот у меня получилось пальто. Давайте теперь залью белым цветом. Цвет заливки. Для того, чтобы лучше было понимание того, как и что смотрится, как это все выглядит. Монтаж на задний план. Так, эти две штучки я солью между собой. Мы сейчас что-то подкорректируем, если будет понятно, что это не то, что мы хотели. Так, это и это. Соединить. Соединить и залить белым цветом. Теперь сейчас подкорректируем какие-то точки, если они нам не нравятся. Давайте светло-серым. Так, вот этот надо сделать пообъемнее. Вот эту заднюю часть. Ее нужно немножко увеличить, чтобы она у нас на воротник не вырезала. Сейчас приближу, посмотрю, в чем там проблема. Видите, вот этот двойной контур, его не должно быть. Соответственно, что это, откуда он? А, он от борта идет. Он идет вот отсюда. Его тоже надо убрать, потому что, видите, он торчит, а он должен быть под воротником. Так. И еще раз. Теперь вот эти точки я хочу чуть-чуть поднять. Вот эти две точки. Выбираю инструмент лосо и немножечко их поднимаю. Теперь одну точку опускаю, одну точку опускаю. Отлично. Вот это все должно уйти назад. Монтаж на задний план. И вот, смотрите, вот эти остряки торчат. Не люблю вот, когда так торчат плечи. Это торчит не потому, что я их так нарисовала, потому что такая функция задана. Убираем. Вот. И, соответственно, раз и два. Пуговки у нас с вами не потерялись. Вон они. Одна. Так, и тут же должна быть вторая. Вот она, вторая. Они просто ушли назад. Мы их сейчас переложим. Монтаж на передний план. Вот они переложились. Теперь, смотрите, форму можно откорректировать, выбрать одну точку. И просто клавишами я нажимаю. Например, вот я выбрала вот эту точку. Раз, два, три, четыре, пять. Я обычно так люблю корректировать. Считаю про себя, чтобы симметрично подвинуть. Здесь я подвинула, и здесь я подвинула. Вот такого пальтишка у нас получилось. Сейчас мы его нарисуем со спины. Раз. Скопировали. Нажали Shift Alt. Потому что я уже говорила, что нам здесь не нужно. Нам не нужен с вами здесь ворот. Нам не нужны здесь с вами пуговки. Вот. Соответственно, вот эту часть можно увеличить. И вот эти три части слить между собой. Вот. У нас получилась спинка. Теперь нам нужно нарисовать красивый вариант воротника. Лишние точки мы можем убрать. Давайте посмотрим, что у нас тут лишнее. Ага. Это у нас с вами основа. Убираем лишние точки. Вот. И вот этот воротничок вытаскиваем на передний план. Потому что он теперь у нас поверх. Ну, посмотрите на пальто по спине и увидите, что у вас там это все сверху. Можно подгладить немножко инструментом сглаживания. Вот он. и можно немножечко эти точки вниз опустить. Так, точек очень много, поэтому так оно себя ведет неправильно. Сейчас я убираю все лишнее. Оставляю всего лишь одну точку. Выставляю ее вот сюда на центр. Инструментом опорная точка убираю у нее всю кривизну и убираю вот у этих точек тоже направляющие. И теперь шифтом развожу. У меня получается ровная линия. Чтобы воротник смотрелся ровно. Теперь Z-Alt зажимаю и щелкаю назад, отдаляю. Смотрите по объемам. Мне хочется сейчас взять вот эти точки все и точно так же здесь немножко их поддернуть. Вот. А эти точки немножко расширить. Ну, тоже дизайнерское такое пошло. Здесь пошире, здесь поуже. Вот эти точки тоже хочется чуть-чуть сдернуть. Когда вы вот так дергаете эскиз, обязательно смотрите за другими деталями. Видите, что у меня с карманами произошло. Нужно, чтобы оно все приходило в нужную точку. Потому что... Вот. И нам необходим шов по центру. Без него мы никуда с вами не денемся. Теперь сгруппировываем. И это тоже сгруппировываем. Вот у нас получился эскиз пальто. Теперь его можно прокрашивать самыми разными цветами. Например, мы решили, что это у нас будет шубка из эко-меха. Вот. И решили, что оно должна быть например, бежевое. Выбираем детальки и говорим, что оно должно быть бежевое. Здесь сразу возникает такой момент. И хотелось бы, конечно бы, чтобы она прям была прям шубка, а не просто вот так вот, как оно смотрится. Как это сделать? Один из вариантов это взять готовую заливку. Например, я вот ввела seamless firetex stuff. Вот я их скачала. Это просто Google. Сейчас мы откроем одну из таких текстурок. Вот они у меня скачаны. Открыть. Закинем в наш нужный документ. Вот, кстати, вот если у вас есть своя фотография, то это тоже замечательно. Вот. И поместим в заливке. Два наклик. Выбрать волшебной палочкой и залить. Так, только у волшебной палочки нужно сделать настройку, чтобы она мне только один оттенок ловила. То она мне ловит все. Вот, таким образом у нас с вами получается такая прекрасная, интересная текстурка. Можно, конечно, пойти еще дальше. Но об этом я детально рассказываю на курсе. Есть много способов сымитировать мех. И можно это делать при помощи вектора. Но результат у вас будет вот такой. То есть, когда у нас она вообще такая вся становится барашкой. Единственное, что мы с вами забыли сделать, это наши с вами пуговки. Тоже прокрасить каким-либо цветом для того, чтобы они у нас застегивали. Вот, таким образом у нас получилось с вами тепленькое меховое пальто, в котором мы не замерзнем. Мы, в принципе, очень трендовые. Цвета, конечно же, можно менять. Мех можно делать тоже разнообразным. Можно рисовать много интересных деталей. Разнообразные меховые опушки. Как это все делать, я рассказываю отдельно на своем курсе. Потому что это не 5 минут, это много уроков. Просто вам показал пример того, как и что еще можно делать при помощи Adobe Illustrator. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Оставляйте свой комментарий, что бы вы еще хотели нарисовать. Я буду очень благодарна за это. Ну и подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Они выходят регулярно. С вами была Щековская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok